Теперь, что касается пациента в Берлинской клинике. Вот этот пациент в Берлинской клинике, он пользуется поддержкой спецслужб США в данном случае. А если это правильно, ну тогда это любопытно. Тогда спецслужба, конечно, должна за ним присматривать. Но это совсем не значит, что утравить нужно. Кому он нужен-то? Если бы хотели, наверное, довели бы до конца. Привет, это Навальный. Я же говорил, что вся эта история с отравлением круче голливудского фильма, и вы еще не представляете, насколько. В классическом детективе всегда есть сцена, когда сам убийца сознается в содеянном. И у нас она тоже есть. Это просто невероятно. Но обо всем по порядку. Ровно неделю назад мы выпустили расследование, и оно стало мировой сенсацией. Только на моем ютюбе уже 17 миллионов просмотров. Доказательства, предъявленные нами, настолько убедительны, что даже заказчик преступления, президент Путин, не смог отпираться и фактически подтвердил, что великолепная восьмерка, следившая за мной почти 4 года, это сотрудники ФСБ. Ну, понятное дело, что Путин не мог на всю страну сказать. Да, я приказал ФСБ убить своего политического противника. Поэтому он снова начал городить чушь о том, что никакого расследования не было, а это все легализованная информация ЦРУ. А сотрудники ФСБ за мной просто присматривали. А самым главным доказательством того, что отравления не было, является то, что я жив. Потому что если хотели бы отравить, то, конечно, бы отравили. Слушайте, мы прекрасно понимаем, что это такое. И в первом, и в этом случае. Это легализация. Это не какое-то расследование. Это легализация материалов американских спецслужб. А что, мы не знаем, что они локацию отслеживают, что ли? Да, наши спецслужбы хорошо это понимают и знают. Тогда спецслужба, конечно, должна за ним присматривать. Но это совсем не значит, что его травить нужно. Кому он нужен-то? Ты понимаешь? Если бы хотели, наверное, довели бы до конца. Сразу после Путина его слова подтвердил и конкретизировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Президент рассказывал причину, почему за ним присматривают. А, прошу прощения, растущие уши специальных служб. Других стран? Ну, конечно, конечно. И мы тоже неоднократно говорили. Вызывает много вопросов, разные высказывания с призывами о свержении власти. Что они не уберегли от травления. Наша спецслужба. Позже Песков выразился еще яснее, сообщив журналистам, что ФСБ присматривает за мной. Потому что это обычная практика для тех, кто контактирует со спецслужбами других государств. А также допускает высказывания, призывающие к насильственной смене власти. Таким образом, подумав несколько дней, Кремль и Путин ответили нам. Первое. За всем стоит ЦРУ. Второе. Да, сотрудники ФСБ были, но они просто следили за мной. Третье. Если хотели бы убить, убили. Раз остался жив, то не убивали. Аргумент про ЦРУ настолько смехотворен, что его моментально опровергли журналисты, включая прокремлевских. Они написали подробные отчеты о том, что для получения информации, использованной в расследовании Беллингкет, никакого ЦРУ и близко не надо. Она действительно продается любому желающему. Смешно, что кремлевские СМИ даже сокрушаются, что из-за меня теперь услуги пробива подорожают. Путин, кстати, на этой же пресс-конференции и расследовании о своем зяте-миллиардере тоже назвал работой ЦРУ. Это госдеп и спецслужба США. Вот они и являются авторами на самом деле. То есть, во всем случае, по их заданию это сделано. Это совершенно очевидная вещь. Вторая часть путинского опровержения тоже не выдерживает критики. Если за мной следили, потому что я экстремист, то почему слежкой занимались медики и химики? Почему они летали на разных самолетах со мной? Почему приезжали и уезжали в разное со мной время на разных рейсах с разницей в день? Это полное вранье, и тут даже обсуждать ничего не стоит. Остается главный аргумент. Хотели бы отравить, отравили бы. А об этом нам никто не может рассказать, кроме самих убийц. Так вот они нам и рассказали. Вернее, один из них. В прошлый понедельник мы готовились выпускать материалы ровно в 15.00 по московскому времени. Одновременно мы, Беллинкэт, Инсайдер, CNN, Эль Паис и Шпигель. Понятное дело, что через пять минут после выпуска группа убийц и их начальники поймут, что их разоблачили, и они залягут на дно, сменят телефоны, ну и так далее. Мы не исключали того, что этих восьмерых, проваливших задание, просто убьют. Или спрячут. Или сначала спрячут, а потом убьют. Поэтому в 6 утра по московскому времени мы организовали вот здесь нечто вроде штаба и распределили между собой задачи, чтобы с 7 утра начать действовать одновременно и застать злодеев врасплох. В 7.00 в дверь к одному из убийц постучалась Любовь Соболь. В это же время у одной из штаб-квартир ФСБ, где работают убийцы, их караулил корреспондент канала «Штаб» Дмитрий Низовцев, и его спустя 20 минут задержала полиция по звонку из ФСБ. Раменки, дежурная часть, пересык. Добрый день, это беспокоит глава муниципального округа Раменки, Гангальский Максим Брониславович. Скажите, пожалуйста, вот поступили сообщения, что у вас в ВВД находится Дмитрий Низовцев в задержке. Есть такой, да, есть, опрашивают его. Это напрямую звонок был с ФСБ, ФСБшники позвонили с Рамки 12. Корреспондент CNN Клариса Ворд в 7 утра пришла к координатору группы убийц Олегу Таякину, и эти феерические несколько секунд увидел весь мир. Мы входим в рундамент-билдинг на улице Москвы, где оператив Олег Таякин живет. Ну а я ровно в 7 утра начал звонить своим убийцам. У Bellingcat были их телефонные номера и список номеров, по которыми они сами звонят. Анализ этих данных показал, что для того, чтобы скрыть содержание разговоров, они используют специальный номер, ну, нечто вроде такого ФСБшного коммутатора. Мы взяли простейшую программу, такими пользуются телефонные пранкеры, для того, чтобы скрыть номер, с которого звоню я, и подставить вместо него нужный нам номер. И расчет был очень простой. Звонок в 7 утра. Ты видишь знакомый служебный номер, берешь трубку и начинаешь разговаривать. Почти все, кому я позвонил, трубку взяли, почти все быстро ее повесили. А потом нас ждала большая удача. Константин Борисович Кудрявцев, военный химик из Института криминалистики ФСБ, работавший до этого в научном исследовательском центре биологической безопасности Министерства обороны и военной академии радиационной, химической и биологической защиты. Он разговаривал со мной 45 минут, предполагая, что я помощник секретаря Совета безопасности и бывшего директора ФСБ Патрушева. На начало разговора Ма Кудрявцеве знали только три факта. Что он состоит в группе тайных убийц, что он химик и что он 25 августа летал в Омск. Поэтому я и предполагал, что он забирал из больницы мою одежду. В неизвестном направлении пропадает моя одежда. Вполне вероятно, ее забирают один из участников группы Кудрявцев. 25 августа он прилетал в Омск. А к концу разговора Константин нам любезно пояснил многие детали. И сейчас я говорю совершенно официально и направлю соответствующие заявления. Вот фото Кудрявцева, вот его телефон. Мы знаем, что он сотрудник ФСБ. И вы сейчас услышите его голос. Любая фонографическая экспертиза подтвердит, что это голос его. А слов его достаточно, чтобы арестовать не только убийц, но и тех, кто помогал им скрыть следы преступления. Когда президент Путин на пресс-конференции сказал, ну если бы хотели отравить, отравили бы. Если бы хотели, наверное, довели бы до конца. Фразу, которую сейчас повторяют все пропагандисты. Я просто в ладоши хлопал от радости. Потому что сотрудник ФСБ Кудрявцев ответил нам всем ровно на этот вопрос. Ну и кроме того, сейчас вы узнаете. Логичный вопрос, согласитесь. Я должен просто объяснить буду сейчас Патрушева. Если вы говорите, что вы хорошо оцениваете и Александрова, и Осипова, почему ничего не получилось? Ну, это вот я вопрос себе задавал уже не один раз, кстати. Вроде как бы, ну, в ситуации, то, что информацией я владею, а я владею не всей информацией. Понимаю. Вы сами понимаете, да? Я владею информацией, которая у меня есть, непосредственно, или которая до меня доводится. Ну, ровно для этого и делается доклад. Да-да-да. А? Да-да-да, я вас перебил. Я просто говорю, что ровно для этого мы делаем доклад, чтобы каждый со своей колокольни как бы посмотрел. Поэтому сейчас меня интересует только ваше мнение. Ну, я оцениваю работу хорошую, по крайней мере. Ну, работа сделана как бы, ну, как вот делали, как бы, все прорабатывалось, вопрос. Я так считаю. И не один раз. Хорошо. Очевидный вопрос, который, ответ на который должен быть в моей бумаге. Если вы оцениваете хорошо работу Иосипова и Александрова, почему провал-то? Что нужно сделать в будущем, чтобы ничего этого не было? Ну, в нашей работе, сами понимаете, вопросов и нюансов всегда очень много. И все учитывать, как бы, ну, стараемся всегда по-максимальному, чтобы не было никаких просчетов и так далее. Сами понимаете, да? Я понимаю, что самое главное. То есть здесь же... Вопрос наверняка прорабатывался досконально, я так считаю. Ну, это мое мнение. И, крайней мере, если брать, ну, то, что ранее там, да, было сделано. Ну, нюансы есть всегда в каждой работе, в каждой работе есть нюансы какие-то, конечно. Вот, всякая ситуация, если повернулась, как бы, с одной стороны, там, ну, как сказать, кто-то неправильно принимает. Ну, я тоже думал, как бы, что могло бы, ну, посадили, там, понимаете, да, там, полетел, посадили. Все, вот эта, как бы, ситуация сложилась так, что не в нашу пользу, я так считаю. Если чуть дольше, то, соответственно, чуть, могло бы все пойти по-другому. Чуть дольше что? Константин Борисович, если бы чуть, если бы чуть дольше летел? Ну, возможно, да, если бы чуть дольше летел, например, они посадили его там резко, как-то и так далее, да, возможно, это все пошло не так. То есть, там, оперативная работа, там, с медикой, скорой помощи, да, на посадочной полосе, там, и так далее. Да-да-да, ну, а, посадить самолет, посадили через 40 минут. В принципе, это должно было бы, как бы, учитываться при планировании операции. Нельзя сказать, что самолет посадили просто моментально. Рассчитали неправильно дозу вероятности. Почему? Ну, вот, я не могу сказать, почему, как-то. Рассчитывали все, я так понимаю, что рассчитывали все с запасом. Как было нанесено вещество? Ну, я говорю, это лучше по оперативной связи. Я, сами понимаете, я работал уже потом. Да, я знаю. Ну, я в самой, как бы, это, по крайней мере, только, как бы, после мы смотрели, там, как бы, делали там свои мероприятия. Вы бы как сделали иначе? Вот, если бы, если бы вы планировали операцию, как нужно было сделать иначе эту штуку? Ну, это надо садиться, думать, конкретно уже. В зависимости от ситуации, от обстоятельств, от возможных способов. Ну, не способов, а от возможных мест, да. Тут нюансов его и очень много. И надо учитывать каждый нюанс, каждую мелочку. Я считаю, ну, мне так, ну, как, по моему мнению, все было, как бы, спланировано и... Правильно было все спланировано. В другом никак не могло быть. Если бы неправильно было спланировано, ничего бы не делали. Так, у меня по-прежнему остались вопросы. Во-первых, вещи где? Что с вещами? Что с вещами? Ну, навальновские вещи где? Ну, были, вот, я их в крайний раз видел в Омске самом. Мы оставили там. Ну, мы там ездили, работали. Да, вы 25-го же туда летали, в Омск, правильно? Да мне бы вспомнить, ну, наверное, примерно, да. Мне записано на работе. Так, и конкретно, что с ними произошло? С вещами с этими? А, конечный пункт нахождения их? Да. Ну, конечный пункт нахождения, я не без понятия. Могу только, знаете, честно сказать, мы когда приехали, нам отдали их, привезли местные ребята, в Омске, вот, с этой полицей, как это нам? Транспортный? Ага. Да, да, нам от них отдали коробку, мы с коробкой поработали, соответственно, и вернули все ребятам, ну, местным. А местный начальник, в принципе, у меня его телефон не есть, если надо, могу дать. Кучу вам там, в своем блоге, там, у меня не один раз, просто за ним, там, это, нарушки походят, да, по пятам. То есть, он очень осторожный, аккуратный, в этом плане, такое, то есть, внешних движений не делает никогда, ну, это мое мнение, да, то есть, как бы, аккуратный, аккуратный, осторожный. Хорошо, а вот, извините, вопрос такой, наивный, но меня его, исходя из того, что я записал, мне его зададут. Значит, одежду замывали, одежду замывали, потому что на одежде могли быть следы, значит, и на теле могли быть следы. Но вы говорите, что на теле следов быть не могло, почему? Ну, мне кажется, что там, ну, впитывается быстро просто, не оставляет, мне кажется, следов. Это Макшаков скажет более подробно, я не всю информацию не обладаю. Я даже не знаю, что там делать, ну, я имею в виду, сами понимаете, да? Ну, я понимаю. Ну, я не знаю, у меня нет информации. О, Константин Борисович, не сказали, мне сказали, я приехал, сделал и уехал. Все остальное, вся остальная информация по поводу, кто там ездил, кто это делал, это не у меня так информация. Это я с ними, я с ними со всеми поговорю сам. Мне, повторяюсь, мне нужно просто вот ваш взгляд конкретный, потому что руководство сказало, значит, со всех собрать информацию и составить общую картину. Поэтому, значит, давайте еще раз суммируем все, что у нас есть. Значит, по вашему мнению, выжил этот фигурант, потому что самолет посадили слишком рано, верно? Главная причина. Ну, мне кажется, что да, только из-за этого. Если бы там чуть-чуть больше, то, возможно, и все, когда закончилось по-другому. Вот видите, стечение обстоятельств, это вот этот самый такой вот плохой фактор, который в вашей работе, да, может быть? Вот это понятно, под стечением обстоятельств мы имеем в виду обстоятельства номер один, это посадили самолет, обстоятельства номер два, это что? Ну, это то, что это, как бы, приехали там, вот, скорую там и так далее, провели мероприятия, вот эти вот первичные, которые они обычно, ну, там, помедики смотрят состояние, ну, там, музыковой институт какой-то, ясно, да? Ну, положительно, 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 потому что, возможно, что вот это вот, да, или хотя бы, ну, симптоматика, там, как-то, похоже. Ну, да. Поэтому они действовали непосредственно по инструкции медики, вот, поэтому, для того, чтобы сработала скорая, да, вот здесь, вот это все же фактор, как бы, от любви, дальше, соответственно, просто увезли его там в больницу, вот, там, соответственно, тоже провели какие-то мероприятия, в зависимости от, там, симптоматики, там, и всего-всего, всего вот этого. Есть вероятность того, что он кого-то из членов группы видел в лицо, и узнает в лицо? Ой, это я не знаю, вряд ли. Он всегда срочно к этому подходит. Вот у меня есть информация... Да, и так далее, там, одежда, там, с ним одежда, там, с ним одежда, там, и так далее. Значит, у меня есть информация, что однажды с ним, члены группы однажды летали с ним вместе на одном, одним рейсом. Было такое? Ой, это информация у меня, к сожалению. Ну, как бы, я не знаю, о чем я говорю. Обычно берется всегда рейсы специально разные. Это даже группа летит, вот, несколько из них, у меня, бригад, там, поодвините к одним рейсам, и, поодвините к одним рейсам, и, поодвините к одним рейсам, как бы, ну, стараются всегда так. Я не знаю, тут информации нет, но нет. Ну, то есть, вы такого не знаете? Нет, я не знаю, честно говоря. Просто, то есть, по шкале от одного до десяти, какова вероятность того, что он или члены его группы, команды могли сфотографировать кого-то, записать? Кто-то случайно мог на камеру попасть? Ну, да, я, ну, учитывая, там, наше, сейчас, сегодня. Хорошо, скажите мне, пожалуйста, какой предмет одежды, на какой предмет одежды главный был акцент? На самый рискованный, в теории, предмет одежды какой? Трусы. Трусы. Что-что? Рискованный, в таком плане. Ну, где могла быть максимальная концентрация? На трусы. На каком месте трусов, это внутренний шов, наружный шов, внутренний шов, прилегающий куда? Потому что у меня здесь по этому поводу блок вопросов. Я все это с Макшаковым буду обсуждать, но мне нужна и ваша информация тоже. Ну, по внутреннему работали. Ну, по крайней мере, там, это обработка делала. Ну, вот, представляете себе трусы, да? И, как бы, и вот трусы, и в каком месте, как бы, есть самая... В паховой части трусов, где это паховая часть. Паховой частью трусов. Ну, гульки, как называемые, там швы такие есть, по шламу. Так, погодите, это важно. Сейчас, секунду. Значит, кто передал информацию о том, что должна быть обработана гульфиковая часть трусов? Мы предполагаем, сказали работать по трусам именно по внутренней части. Кто сказал-то? Макшаков? Да. Внутренние, сейчас пишу, внутренние швы трусов. Окей, а, значит, серого цвета трусы? Цвет трусов какой, не помните? Синий был. Синица трус, синяя. Я, честно говоря, ошарашен вопросами вот этими всеми. Вы сами понимаете, да? В зависимости от ситуации. Константин Борисович, все ошарашены. Представляете, как я ошарашен? Я вообще об этом не знаю ничего. Хорошо, если мне какие-то будут нужны уточнения, я, наверное, в течение пары часов буду еще звонить, поэтому на связи оставайтесь, хорошо? Ну вот, теперь мы с вами знаем, конечно, еще не все, но уже очень-очень многое. А я, видимо, стал первым человеком в истории, вопрос о трусах которого рассматривался на Совете Безопасности России, ну или где там Путин планирует свои самые важные операции. Как видите, все, что я говорил в предыдущем видео о полной деградации правоохранительной системы, подтверждается. Представляете себе, хранятся в полиции улики попытки убийства, к ним приезжают ФСБшники, эти улики забирают, стирают с них следы преступления, потом отдают обратно, потом приезжают второй раз и проделывают то же самое, чтобы наверняка. Это не государство получается, а бандиты. Ну смотрите, уже сколько людей задействовано, от врачей и полицейских до местного ФСБ. И они вообще все по первому приказу совершают тяжкое преступление, фабрикуя улики. Потому что это не операция по спасению шкуры какого-нибудь Кудрявцева или Таякина. Они Путина спасают. Он все это придумал. А вы думаете, почему это все происходит? Ну потому что... Ну потому что... Потому что потому. Мы с вами прижали их к стенке. Доказательств теперь более чем достаточно. Но суду я их не предъявлю, а могу предъявить только гражданам России. В прошлый раз спросил, и вы мне сильно помогли с распространением. И в этот раз прошу. Он врет на прямой линии. Используя для распространения своей лжи вообще все газеты и все телевидение страны. Мы можем ответить только тем, что будем рассказывать правду. Поучаствуйте в этом. Пусть вся страна спрашивает у Путина, почему нет расследования. Ну и напоследок, я, конечно, хочу сказать еще раз огромное спасибо пилотам самолета, быстро посадившим его, и медикам, оказавшим мне первую помощь. Вы, друзья, наверняка смотрите сейчас этот ролик. И теперь уже окончательно ясно, что Путин-то и ФСБ хотели меня убить. А выжил я благодаря вам, хорошим людям, выполнявшим свой долг. Спасибо. Хороших людей вообще больше, чем злодеев. Такие пилоты и врачи, они гордость России. А вовсе не Таякины, Путины и Кудрявцевы. И рано или поздно добро победит зло. Подписывайтесь на наш канал. Здесь говорят правду. Субтитры сделал DimaTorzok